Бой за звание чемпиона мира Входит в кубинскую команду. Куба Либре. Вот он. Это боксер блестящий совершенно. Ну, для начала двукратный чемпион мира в любительском боксе. Как и многие его соотечественники, боксеры, он, в общем, сбежал с Кубой, присоединился к этой знаменитой уже команде Куба Либре. Это Рамон Лидон. Косомайор, Гонзалес, ну, еще полдесятка фамилий известных я вам называть не буду, и Костя Цзю. Ему пришлось проделать довольно нелегкий путь к этому рингу. После проигрыша, а вернее, скажем так, поражение от Винца Филлипса, которого никто не ждал. Это поражение отбросило Цзю далеко назад. Он потерял титул чемпиона мира, но самое главное, он потерял репутацию одного из самых ярких, блестящих боксеров, не американцев, которого готовы были смотреть десятки раз одно и то же в Америке, который становился популярным, вопреки порядку, который в Соединенных Штатах сложился. Если не живешь в Штатах, то ты и не популярен. Костя, это была, так сказать, яркая комета на небосклоне мирового бокса. И вот такое фиаско. Нужно отметить еще один факт. Костя, это боксер, с которым мало кто хочет встречаться, потому что, с одной стороны, он не обладает популярностью и, естественно, каким-то потенциалом для противника сделать большие деньги на бою с ним. С другой стороны, он опасен. Он представляет угрозу для всех звезд. Все знают, что Дзю – это ударная машина. И, в общем, для того, чтобы получить шанс на бой за звание чемпиона мира, чтобы вернуть себе этот самый титул, ему пришлось проделать непростой путь. Уртада намного, намного выше Кости, немножко тяжелее, руки у него намного длиннее. Это правило. Правило трех нокдаунов не действует в этом бою. И этот момент нам следует заметить. Костя убрал с пути всех своих противников. Один шаг оставался до боя за звание чемпиона мира в этой весовой категории. Мигель Ангель Гонсалес. И вот Гонсалес оказался травмирован. Вместо этого его противник Диабелес Уртада. Каким-то странным образом Костя Дзю после всех своих побед все равно оказался в позиции второго номера в рейтинге. По этой версии ВБЦ. Первый номер Гонсалес. Травмированный наблюдает этот бой где-то там у себя по телевизору в Мексике. Причем это длинная история. Гонсалес почему-то долго травмирован. То есть долго достаточно, чтобы лишить его вообще всяких шансов. И вот Костя должен преодолеть вот этот барьер в лице Диабелеса Уртада для того, чтобы снова получить как бы шанс на бой с Гонсалесом. Когда он уже давным-давно его имел. Но вернемся к бойцам. Костя Дзю 21 победа, одно поражение, то самое. Одна ничья, та самая, если помните, с этим поэрториканцем, который просто не мог стоять против Костя Дзю даже ни одной минуты. Костя Дзю. Ну, вот сейчас начнется, может быть, самый драматический раунд в этом году. Уртада 250 с чем-то побед на Олимпийском ринге. Блестящая совершенно карьера на профессиональном ринге. И Костя Дзю. Дзю начинает бой в своем стиле, в том самом, за который его любят в Америке. Это силовое давление. Мощнейшие удары. Не малейшего желания перевести бой в спокойное русло. Сразу же. Уртада умелый боксер. Расчетливый, быстрый, очень хлесткий. Вот атака Дзю. Несколько чистых, мощных и очень точных ударов. И Уртада стоит все-таки на ногах. Вот вам, пожалуйста, Дзю на полу. Настолько уверовал то, что бой уже сделан. Дзю нарывается на точный, хлесткий, встречный удар Уртада. Кстати, не первая ошибка Дзю. Он часто пропускает удары справа. Например, поражение от Филлипса, когда Филлипс его отправил на пол. То же самое. Еще один нокдаун. И снова тот же самый удар. Пора уже, пора включать холодный расчет в этот бой. Дзю должен ясно представлять, что противник его может просто срубить вот так же навстречу. Слишком просто, слишком открыто явно действует Дзю. Вот этот вот навал, эти удары, которые Дзю выстреливает в Уртада, уже не рассчитывая на чистое попадание, просто бьет по площадям. Он пытается сломать кубинца за счет превосходства в мощи в ударе. Ничего это не даст. И, в общем, все недовольны именно Дзю. Это бросок на пол. Это, как сказать, жест отчаяния, многим кажется. Многие комментаторы говорили, что Дзю выглядел в этом раунде как человек, который идет в обанк. Действия его вызваны отчаянием. Я думаю, что его тренер Джон Льюис сейчас... Вот, посмотрите. Два чистых удара. С правой, когда падал у рта Дзю. Очень опасный удар был сейчас. Правой на правую. Представляете, первый раунд пролетел как одна секунда. Даже дух невозможно было перевести. Все, что нужно сейчас Косте Дзю в этом бою, это максимум хладнокровия. Потому что все остальное у него есть. Вот видите, ему нужно держать под постоянной угрозой у рта. Нужно лишить его пространства. И самому не рисковать. Действовать только наверняка. Дзю это все прекрасно умеет делать. Видите, вот сейчас он действует очень внимательно. Очень расчетливо. Все становится на свои места. Видно, парочка этих встречных ударов у рта доотрезвили Косте. Ринг маленький. Это на пользу Косте. Ринг маленький. Это на пользу Косте. Косте противника повел. То есть, он как бы связан с ним вот такой ниточкой и контролирует каждое движение у рта. Уртада. Уртада свободно маневрирует, хотя ему и тесновато при его-то росте в этом ринге. Вы знаете, что величина ринга может варьироваться. Иногда в контракте специально оговаривается величина ринга. Но, что хочет сделать уртада тоже ясно. Он уже дважды добился успеха за счет встречных ударов. Вот он и выцеливает Костю. Косте нельзя давать ему собраться. Нельзя давать ему встать в такое положение, когда уртада может прицельно ударить. Вот он и давит. Нависает над ним. Все время сбивает его с прицела. А сам его держит под постоянной угрозой. Но Джон Льюис все-таки объяснил ему, что он сам себя лишил своих преимуществ в первом раунде. Вообще, Льюис интересный человек. Он же стар, но каждый день в зале занимается силовой подготовкой и может сделать то, что многие молодые, даже спортсмены, не смогут вытерпеть столько упражнений он делает. Поэтому он всегда в отличной форме. У него прекрасные холодные мозги. И, кроме того, у них с Костей отношения такие. Вот он, Льюис. Душа в душу, что называется. СООБЩЕНИЕ Постоянно звучит словечко «смарт, смарт». «Смарт» — это ловкий, умный, изворотливый по-английски. Но иногда даже шикарный. Насчет шикарности не знаю как, а вот и тот, и другой противник должны проявить чудеса. Ловкости, ума и изворотливости в этом бою. У каждого есть свои преимущества и свои недостатки. Непонятно, почему Костя, вот уже третий раунд идет, все время охотится за головой. Только за головой. Все удары пытается нанести только в голову. Вот видите, что такое превосходство. В чувстве дистанции. Вот Дзю постоянно находится буквально на грани, в сфере действия ударов уртада. Постоянно от этого уртада чувствует себя неуютно. Костя как бы с одной стороны отдал инициативу, я имею в виду чисто в боевом смысле, а с точки зрения преследования дистанцию он все время нависает над противником, провоцирует того на начало атаки. Вот как сейчас, вы видели, бросился уртада, промахнулся, а промахи, в общем, лишают уверенности. Постоянно от этого уртада. Каждый момент использует. Насколько экономим Дзю в своих действиях, заметили? Интересно послушать, что скажет Льюис сейчас? Вот, наконец-то и Льюис указал на эту ошибку. Нужен хороший, мощный удар, такая плюха, как он сказал. Смэш. В туловище, в туловище и еще раз в туловище. Смэш. 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 И Костя сразу начинает выполнять указания Льюиса. Это действительно очень важный компонент, потому что, во-первых, удары слева, особенно левой снизу, в туловище, немедленно блокирует опасные удары Уртадо справа. Во-вторых, противник же привыкает, когда его постоянно бомбят в голову, находит способы защиты, но одновременно немножко пренебрегает защитой от ударов в туловище. До чего же изворотлив Уртадо, до чего же он живуч и, кроме того, очень остро умеет действовать в критической ситуации. Костя, костя, кист Electro. Костя, кистеле. Костя, кистель. Снова Костя забыл, кажется, про указание Льюиса. Преимущество Дзю, конечно, в суммарном, что называется, тоннаже его ударов, бьет он как средневес. Ведь удары, которые даже до цели не доходят, а ложатся на защиту, все равно изматывают противника. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот то, что происходит сейчас на ринге, по решению этой самой федерации под названием ВБЦ, считается боем за звание чемпиона мира, но только интерьем. Ну что такое интерьем? Это временно исполняющий обязанности чемпиона. Все американские журналисты, комментаторы, аналитики очень издевались над этим решением, потому что постоянно говорили об одном и том же. Какое-то может быть интерьем, это бой за звание чемпиона мира. Кто выиграл, тот и чемпион. Почему ребята должны ждать пока, как Гонзалес, который, в общем, уже давным-давно не выступает, соизволит выйти на ринг против любого победителя этого боя. Но, тем не менее... Уртадо уже чувствует, что... Здесь самое важное не пропустить удар, выжить. Он по-прежнему опасен. Мы уже видели, как это было в первом раунде. Он тоже ищет своего шанса. Видите, немножко опоздал с этим правым ударом. Но нет-нет, да и... Постреливает такой длинным, хлестким правым ударом через руку. Вот первая серия в туловище, которую наносит Дзюх. Почему он не делал этого раньше, непонятно. Он бы мог немедленно лишить скорости Уртадо. Ведь Уртадо расправился с очень сильными бойцами в этой весовой категории. Если Костя сейчас заставит Уртадо перекрыть голову и перенесет огонь вниз, на нижний этаж, он Уртадо может остановить, потому что бьет, вы знаете, очень сильно. Вот, видите? Вот оно и происходит, то, что я вам сказал. Несколько ударов на голову Уртадо закрылся. Четкий, острый удар левый в туловище, снизу. Дзюх знает, что нужно повторить этот удар. Что он и делает. И делает блестяще. Потому что вот здесь, в области печени, удар очень долго, боль не проходит. Если ударить второй раз туда же, то вот будет такой результат. Ну, кидается все. Влад Уртон, его отец. Смотрите, как это было. Тут четко просчитано все было. Первый наград. Вот как состоялось возвращение Кости Дзюх. Что бы там ни путали, ни комбинировали эти деятели из международных профессиональных ассоциаций, Дзю чемпион. И правильнее было бы, если он все-таки встретится с Мигелем Анкелем Гонсалесом, Вот этот господин, который показывает большой палец Дзюх. Это Сулейман, президент федерации вот этой самой Всемирного боксерского совета. И именно благодаря их комбинациям Дзюх считается вот таким вот, как бы неполноценным чемпионом. Так вот, если Гонсалес вернется, это было бы правильно, если бы Дзюх выступил как чемпион, защищающий свой титул, а не снова вступающий в борьбу за него. Все счастливы. Хотя ошибок Костя натворил в первом раунде, конечно, огромное количество. Ну, понятно. Ему очень важно было заявить о себе, как о той самой грозе, которая когда-то бушевала на рингах Америки. Технический нокаут в пятом раунде. Костя Дзю. Титул чемпиона. Итак, Костя Дзю вернулся. На радость всем нам и всем болельщикам в мире. Чем вас и поздравляю. Всего доброго. До новых встреч.